Голди. Люди сходили с ума. Вот что было главное в клубе. Одни были под наркотиками, другие просто отрывались. Сойти с ума. Вот что было главным. Когда я впервые играл в Рэйдж, я первый раз видел клуб с лазером. Он словно проглатывал весь танцпол. Чистое безумие. Лазер, светящий с потолка поверх голов. Там было все. Энергия, атмосфера. Это было безумием. Люди с сорванными рубашками, сходящие с ума на этих подиумах. Я тогда подумал, черт же скач. Питер Деверо, Artful Dodger. Там были все. Модели, хиппи, студенты, брокеры. Все любили эту музыку. Там были и белые, и черные. Танцевали, свистели, орали, гудели. Как на футбольном матче. Хардкор был не только особым саундом. Это была жизненная позиция. Я всегда думал о том, что я сделаю мелодию, трек, который взорвет людям мозг. Буду жрать все экстази, которые смогу найти, постоянно буду под кайфом. Я под кайфом, давай делать музыку. Я слышал один трек, давай как в нем. Ты что-то придумываешь, и получается трек. Но главное, что нельзя забывать, на уровне инстинктов. Я всегда хотел, чтобы люди танцевали. Во время эквализации Terminator я сожрал пять таблеток и стоял на деках, упираясь руками в крышу. Когда я впервые играл этот трек, все мое тело словно сжалось. Я закрыл глаза, и всю ночь был как пьяный. Словил приход всего от двух таблеток. И в тот момент я ощущал себя королем этого клуба. И чувствовал теплый луч вокруг себя. Люди вокруг не понимали, что происходит. Что это, черт возьми? Людей словно изгибало форму призмы. Что за черт? Я в тот момент не понимал, что я сделал. Голди взял хардкор бит и трансформировал его в совершенно новый саунд. Drum'n'Bass. Дело было не в Mother, или в Timeless, или в любом другом треке. Главное было заставить людей танцевать. Джеральд Симпсон, A Guy Called Gerald. Звук стал тяжелее, темнее. Темп стал немного выше. И треки стали значительно сложнее. Это был уже не простой бас, взятый из даба. Мы начали смешивать друг с другом басовые партии. Это было уже не просто сэмплирование брейков из хип-хопа и их ускорение. Мы использовали сэмплы вроде Chop Top. Зацикливали их и запускали назад. Весь процесс стал значительно сложнее. Я помню, как встретил впервые Дерека Мэй и подумал, чёрт, у этого парня есть контакт с дистрибьюторами. И всё время в голове вертелось. Я хочу поразить этого парня. Я хочу поразить парня, который делает такую музыку. Я помню, что сказал ему, можешь послушать кое-что в машине? А сам я свалю из машины. Он такой, в смысле? Ты о чём? Я ему просто... Она звучит 20 минут. Что? 22 минуты звучит. Ускорять нельзя, просто послушаю. Я ставил его в машине, просто нажав кнопку «Плей» и подумал, увидимся позже. Трек «Инер-Сити-Лайф» увёл драм-он-бэйс в такие глубины сложности, о которых раньше никто не думал. Пит Тонг, Лондон Рекордс. Он пришёл в мой офис и сказал, что тебе надо. Я сказал, слышал, что ты хорош. Он в ответ, конечно, хорош, чё надо. Он был очень агрессивным. И буквально бросил мне кассету. Я не знал, что услышу, и сидел 20, точнее 22 минуты, слышал «Инер-Сити-Лайф», а потом спросил, где подписать. Дебютный альбом «Голди» «Таймлесс» перенёс драм-он-бэйс из клубов в чарты. Когда я встретил «Голди», я относился к нему как к настоящей звезде. Настолько его музыка потрясла меня. Но я подумал, что моё время пришло. Я упустил «Соул-ту-соул» и «Ненна-Черри», но этот парень определённо должен был стать мировой мега-звездой. Что бы ни произошло, я не сделаю второго «Таймлесс». «Таймлесс» всегда будет лучшим драм-он-бэйс альбомом. И другого такого не будет.